Здравствуйте, уважаемые магистранты. Мы продолжаем нашу тему технологии функциональных мясных продуктов. Мясо и мясопродукты в функциональном питании. На прошлом занятии мы с вами начали рассматривать эту тему, говорили о видах мяса и начали говорить о составе и видах функциональных мясных продуктов. Посмотрите, пожалуйста, план занятия и мы продолжаем. Мы говорили о характеристике убойных животных, которые используются в производстве мясных продуктов и мясных функциональных продуктов. В традиционном производстве, то есть на мясокомбинатах при производстве мясных продуктов, а также функциональных продуктов. То есть все виды убойных животных могут использоваться для производства мясных функциональных продуктов. Также мы говорили о видах животных, как они подразделяются на различные группы, которые также используются в производстве мясных продуктов. Теперь начнем говорить о, наверное, скорее всего, химическом составе мяса и о вообще мясных продуктах, по каким показателям можно производить функциональные мясные продукты, и как они вообще влияют на организм человека, какими пищевыми ингредиентами или пищевыми добавками можно обогащать мясо для того, чтобы получить мясные функциональные продукты. Но многие из вас сейчас в настоящее время выполняют уже, делают диссертационную работу магистрскую по технологии молока, по технологии мяса и другим нашим соответствующим отраслям пищевым. И думаю, что вы уже в настоящее время ознакомлены вообще с составом мяса, с свойствами, с структурой мяса и уже примерно знаете, какие пищевые ингредиенты вообще могут использоваться в производстве мясных функциональных продуктов. Но вы знаете, что мясо и мясные продукты являются как бы одним из сложных основ для создания функциональных именно продуктов питания, то есть функциональных продуктов. Если говорить с точки зрения, скажем, правильного питания или же здорового питания, мясо относится к самым важнейшим продуктам питания человека. Оно находится наряду с молочными продуктами, также с растительными нашими продуктами, то есть овощами, фруктами и так далее. То есть те, скажем, нутрицептики, которые есть в мясе, они также нужны для организма и они все необходимые, скажем, макро-микро-нутриенты, которые нужны для организма, они также поступают с основным таким продуктом, с мясом. То есть это незаменимые аминокислоты, это белки, это железо, это витамины, например, группы В и так далее. И исходя из, скажем, состава мяса, исходя из свойств мяса, в настоящее время созданы, скажем, такие принципы создания функциональных продуктов питания из мясного сырья. Но сейчас в современное время, скажем, мясные функциональные продукты, они сейчас также, как и, скажем, молочные продукты, хлебные продукты, ну как вот уже стало развиваться именно производство функциональных продуктов, они тоже очень разнообразны. То есть их могут, мясные продукты могут быть обогащены различными функциональными ингредиентами. Но прежде чем говорить, скажем, о функциональных продуктах, мясных продуктах, давайте мы просто вспомним, что мясо все-таки после молока, или же после материнского молока, или вообще молока всех сельхозживотных является таким идеальным продуктом по определенным питательным веществам или же по питательным компонентам. Они необходимы человеку в любом возрасте и в детстве, в растущем организме, для растущего организма, скажем, да, в подростковом периоде и взрослому человеку, и пожилому человеку. То есть мясо используется и для детского питания, и для массового потребителя, и для геродиетического питания, или же для персонализированного питания, там, скажем, спортивное питание, для беременных, для больных и так далее. Но если вы вспомните, мясо состоит из воды и белков, а также, ну и, скажем, минеральных веществ и так далее. Воды сколько процентов в мясе? Скажите, пожалуйста, воды сколько процентов в мясе? В молоке сколько, например? Здесь не написано у меня. Так, что никто не может ответить? Количество воды в мясе, ну, оно так колеблется от 47 до 78 процентов. Это зависит как от возраста и упитанности животного. Ага, а также зависит от структуры мяса, да, от видов животных, да, но в целом среднее значение во всех литературах, например, говорим, 60, примерно 70 процентов. Ну, это так говорят, да, углеводов в мясе нет, но хотя гликоген, он считается углеводом, да, если вы помните, помните, сложные углеводы. Поэтому, когда говорят, что углеводов нет, но тоже мы немножко, у нас могут быть сомнения, потому что гликоген, он есть углевод, он находится в печени, да. Хорошо, мясо содержит, скажем, если говорить о составе, да, мясо содержит полный набор всех необходимых питательных веществ, в частности, необходимых аминокислот, именно незаменимых аминокислот, необходимых жиров, которые организм человека не может синтезировать. Поэтому мы должны получать их из пищи, да, поэтому как бы мясо считается тоже очень полезным. Кроме того, мясо содержит витамины, минералы, эти вещества могут быть накоплены животными из их пищи, то есть чем они питаются, какими, скажем, травами или там какими кормами и так далее. То есть в зависимости от их пищи мы можем получать витамины и минералы. То есть в мясе содержатся витамины и минералы, которые накапливают животные из своей пищи, да. То есть чем качественнее пища их, тем качественнее мы получаем все необходимые витамины органические, минералы, ну и макро-микроэлементы, да. Следующее, конечно же, мясо, вот скажем, да, ну мясо необходимо при потреблении переваривать тщательно, да. Поэтому в организме человека должны быть все пищеварительные ферменты. То есть мясо при потреблении стимулирует, вот одно из таких вот, скажем, показателей мяса и особенностей, да, что при потреблении мяса человеку необходимо тщательно пережевывание. И за счет тщательного пережевывания, скажем, в организме, во рту, в желудке у нас выделяются пищеварительные ферменты. Поэтому тоже считается как бы мясо полезным для человека, потому что начинается работа желудка, желудочно-кишечного тракта, начинается выделение ферментов во рту, ну даже если это амилолитические ферменты, но все-таки как бы идет выработка, да, или выделение этих ферментов. Поэтому, когда идет тщательное перемешивание мяса для организма, для человека, оно тоже очень полезно. Почему полезно? Потому что идет работа самого десен, санация зубов, идет поддержка тонуса лицевых мышц, поэтому это тоже очень важно. Ну и, конечно же, мясо, ну как бы оно считается нейтральным таким продуктом, да, поэтому оно в организме, в желудке, вернее, нейтрализует соляную кислоту желудочного сока и не повышает кислотность кишечника. За счет этого, ну как бы происходит, за счет этого у нас снижается кислотность и мы не замечаем, скажем, процесса брожения, да. И поэтому, конечно же, ну мясо тоже считается полезным. Хотя, когда мы потребляем очень много мяса, человеку необходимо также потреблять сырье или продукты, богатые клетчаткой, или же волокнами, чтобы в организме пища не оставалась, то есть в желудке, в кишечнике, чтобы остатков пищи не оставалось и не перегружался наш организм, то есть желудочно-кишечный тракт, кишечник наш не перегружался различными такими вот отходами и не было процесса гниения. Поэтому это тоже очень важно. Но хотя говорится, что мясо оно нам нужно, но дополнительно еще мы должны потреблять продукты, богатые клетчаткой. Ну и говорится, что мясо у нас бывает красное, мясо бывает белое, да. И вот красное мясо, как то, что мы потребляем там говядину, скажем, да, баранину и так далее, они богаты железом, богаты витамином В12. Если вы помните, В12 витамин тоже красного цвета, железо тоже, да. И вот мясо, в частности, нам необходимо для кроветворения, поэтому вот для предупреждения анемии, там, недостатка железа, когда мы ощущаем у детей, беременных, пожилых людей, всегда рекомендуют, конечно же, потреблять мясо, да. Так, ну и дальше пойдем, уважаемые. Ну, в целом, когда мы говорим о мясных продуктах, сейчас, минуточку, немножко сдвину. Когда мы говорим о мясе, о мясных продуктах, мы должны помнить, что функциональные мясные продукты, мы, по-моему, на прошлом занятии говорили, разделены на несколько таких основных групп в зависимости от использования ингредиентов именно для обогащения мясных продуктов, да. Первое – это низкокалорийные мясные продукты, обогащенные пищевыми волокнами. Я не помню, где-то у меня здесь есть или нет, но потом уже, наверное, а, вот оно есть. Второе, вторая группа – это мясные продукты, обогащенные витаминами. Следующие – это мясные продукты, обогащенные минеральными веществами. Мясные продукты, обогащенные полиненасыщенными жирными кислотами. Но в основном в мясных продуктах у нас все-таки жиры твердые, да, и там преобладает больше насыщенной жирной кислотой. И, ну, как бы в настоящее время, в связи с тем, что все-таки полиненасыщенные жирные кислоты у нас обуславливают биологическую ценность жиров, мы обогащаем многие продукты полиненасыщенными жирными кислотами. Следующая группа – это у нас мясные продукты, обогащенные пребиотиками и пробиотиками. Сейчас очень много в мясной промышленности стали использовать различные молочнокислые пробиотические культуры, которые влияют, используются и обогащаются как функциональные ингредиенты, но и в то же время их используют для улучшения структуры мяса. Поэтому, ну, вот есть мясные продукты, обогащенные пребиотиками и пробиотиками, да. Так, ну и дальше. Значит, сейчас, вот, скажем, да, очень стали в мясной отрасли использовать пищевые волокна. Давайте мы поговорим о продуктах, вот, скажем, мясных продуктах и пищевых волокнах, которые используются в мясной отрасли для обогащения, да. Вот, скажем, в настоящее время характеристика или классификация пищевых волокон, которые используются для производства функциональных мясных продуктов, их можно тоже, ну, как бы упомянуть или, скажем, сказать, что их не все пищевые волокна, не все углеводы используются для обогащения мясных функциональных продуктов, да. Но первое, конечно же, это продукты или растительное сырье, которое богато целлюлозой или клетчаткой, да. Это, скажем, целлюлоза, оно такое прочное, волокнистое, нерастворимое в воде вещество, да. Целлюлоза, оно не гидролизуется альфа-амилазой, который у нас во рту есть, да, и другими ферментами желудочно-кишечного тракта. Поэтому, когда мы потребляем функциональные продукты, именно обогащенные клетчаткой или целлюлозой, или же растительным сырьем, содержащим большое количество целлюлозы или клетчатки, оно больше используется для, скажем, выведения из организма остатков каких-то там, скажем, или продуктов обмена веществ, которые могут отрицательно повлиять на наш организм. Ну, там, скажем, тяжелые металлы, может быть, да, радионуклиды, или же там остатки желчных кислот и так далее. То есть они в основном выводят из организма вот эти вот вещества. То есть они не перевариваются, не расщепляются, а прямо вот как бы они выводят, как щетка начинает чистить наш кишечник. А следующие тоже, скажем, пищевые волокна, которые используются, скажем, в мясной промышленности, как пищевые волокна, это у нас лигнин. Тоже относятся к нерастворимым, скажем, да, нерастворимым углеводам. Лигнин – это как бы растительный полимер, он состоит из остатков фенола спиртов. То есть это вещество не полисахаридной природы, но тоже относится к пищевым волокнам. Следующее – это гемицеллюлоза. Это тоже полисахарид, который используется в мясной промышленности, является гетерополисахаридом, потому что там в основном все, скажем, пищевые волокна, как целлюлоза, там лигнин, они состоят из остатков глюкозы большого количества. А гемицеллюлоза отличается тем, что этот полисахарид, он такой разветвленный, и у него много различных моносахаридов. То есть это арабиноза, это глюкоза, ну и там есть и фруктоза, и различные виды есть. Теперь пищевые волокна используются в различных, скажем, веществах. Есть пищевые волокна, являющиеся элементами клеточных стенок, которые используются в мясной отрасли. Есть пищевые волокна, которые являются элементами животных тканей. Есть элементы клеточных, так скажем, стенок растительного сырья. Это целлюлоза, это гемицеллюлоза, это пектиновые вещества, это лигнин, это пентозаны. Есть еще такие элементы клеточных стенок растений, неструктурные или бесструктурные, которые называют их, это альгинаты, это инулин, тоже относится к пищевым волокнам, но он бесструктурный, не имеет таких крупных волокон, которые не расщепляются. Есть камеди и есть карагинаны. Есть пищевые волокна, которые относятся к элементам животных тканей, но тоже пищевыми волокнами считаются. Это у нас коллаген и хитин. Но в основном, когда идет, скажем, разработка технологии функциональных мясных продуктов, в основном используются пектины, это самые такие известные пектины, пектиновые вещества их иногда называют. Есть пентозаны, есть альгинаты различные. И вот сейчас очень часто стали использовать инулин. Инулин относится к фруктоолигосахаридам, но иногда можно в литературе увидеть аббревиатуру, большими буквами пишут фруктоолигосахариды. Инулин отличается от других пищевых волокон тем, что он состоит из остатков фруктозы. То есть более-менее невызывающий или тяжело, когда дольше переваривается в организме, не как глюкоза, и у кого, скажем, сахарный диабет, желательно потреблять пищевые продукты, мясные продукты с добавками различными. Если там есть, скажем, инулин, это вообще отлично. Ну и вот, скажем, когда идет разработка мясных функциональных продуктов, и если там используются различные пищевые волокна, нужно все-таки знать физиологическую суточную потребность пищевых волокон. Тоже в большом количестве их нельзя потреблять. Для каждого ингредиента, для каждой добавки все-таки есть суточная потребность, норма для именно, вот скажем, использования в производстве функциональных продуктов. Пищевые волокна, общие пищевые волокна, там можно же разные использовать. Физиологическая суточная потребность для организма человека в 25-38 грамм. То есть желательно, когда идет разработка мясных функциональных продуктов и вообще других функциональных продуктов, когда вы хотите использовать пищевые волокна различные, или же растительное сырье с пищевыми волокнами, все-таки нужно обращать внимание, что для человека 25-38 грамм – это вот как бы суточная потребность. И для, скажем, функциональных продуктов, ну, когда вы добавляете, ну, это норма как бы установленная, опять же, зависит для какого организма, вот скажем, да, какое заболевание у человека или там различных факторов много же, поэтому все равно нужно придерживаться. Норма 2,5-19 грамм, говорят, когда вы используете именно эти продукты, да. В зависимости от растворимости пищевые волокна делятся на три группы, которые используются именно вот в разработке функциональных продуктов питания. Это растворимые пищевые волокна, это неструктурные полисахариды, это пектины, камеди, альгинаты и так далее, да. Ой, растворимые. Нерастворимые пищевые волокна – это структурные полисахариды, это вот целлюлоза клетчатка, гемицеллюлоза, лигнин, да. И пищевые волокна есть смешанного типа, это вот отруби, ну, то, что мы знаем, да, уже. То есть это те вот пищевые волокна, которые используются в мясной промышленности. Так, ну, в мясной промышленности при производстве, скажем, всех видов мясопродуктов, колбасных изделий, там, продуктов для детского питания, консервов или же полуфабрикатов или деликатесных изделий пищевые волокна можно использовать. С целью обогащения, скажем, да, вот именно этими пищевыми волокнами, конечно же, желательно использовать натуральные продукты, натуральное растительное сырье, богатое пищевыми волокнами. Можно также использовать вторичные продукты переработки растительного сырья, ну, иногда используется с жмых, там, и так далее, да. Или же можно использовать очищенные препараты пищевых волокон. Есть, прям, продаются различные, там, скажем, инулин продается, или, там, пищевые волокна, пектин, там, скажем, да, уже очищенный растительный, пектин свекольный, пектин тыквенный, там, или яблочный, или же, ну, другие виды, да, пектина. То есть они как очищенные препараты, да, используются. Ну, и кроме, скажем, вот, очищенных препаратов или так далее, в производстве функциональных мясных продуктов также можно использовать продукты переработки зерновых культур, да, различные можно, можно разное растительное сырье использовать. Вот именно продукты переработки зерновых культур могут повысить и повышают пищевую и биологическую ценность функциональных мясных продуктов. Они способствуют равномерному распределению ингредиентов в мясе, и, скажем, мясные продукты потом обладают таким стабильной структурой и хорошим качеством, да, в производстве мясных продуктов именно функционального назначения также можно использовать различные, скажем, крупы, это пшено, это рис, они также вот обладают различными свойствами, да, можно использовать перловую, кстати, тоже вот там пищевые волокна есть, ячменную можно использовать, ячменную крупу, можно использовать пшеничную муку, но это в основном для улучшения влагоудерживающих свойств мясных продуктов, да, в основном крупы, перловую крупу, там рисовую, манную, овсяную используют при производстве вареных колбасных изделий или же мясорастительных консервов, то есть можно использовать, да, все-таки наши крупы, они также как бы обладают различными биологической ценностью, пищевой ценностью, там присутствуют и пищевые волокна, и присутствуют минеральные вещества, витамины группы В, да, поэтому тоже как бы как ингредиент функциональный он пригоден для, скажем, производства. Но когда используются, скажем, крупы различные или же мука, нужно всегда предварительно провести подготовку этих видов сырья, то есть для использования вот именно этих видов добавок в производстве мясных функциональных продуктов нужно предварительно провести предварительную подготовку, потому что крупы в таком сыром, сухом виде нельзя добавлять, оно должно быть уже заранее бланшированным, то есть нужно его горячей водой бланшировать, или нужно заранее варить его, или же нужно замачивать, то есть сразу же в сухом виде его нельзя использовать. Различные виды муки, там пшеничная мука бывает, овсяная мука, там, скажем, льняная мука и другие виды муки, они в основном используются не только как функциональные ингредиенты, а используются как, скажем, текстураторы, что ли, ну, то есть для регулирования или для удерживания влаги и вот придания самой формы фаршевых мясных продуктов, да, поэтому когда используется там в производстве фаршевых полуфабрикатов, паштетов или там полукопченых колбас или вареных колбас, они вот используются, ну, как бы для регулирования влаги, для удерживания влаги и для удерживания самой структуры, поэтому тоже, как бы считается структурированными, да. Так, ну и дальше, значит, следующее у нас это мясные продукты, обогащенные витаминами. В производстве мясных продуктов, там, скажем, да, можно использовать различные виды витаминов. Витамины группы В, витамин можно С использовать, можно витамины жирорастворимые использовать, да, но, опять же, нужно знать, какие витамины для, вообще присутствуют вначале в мясном сырье, а исходя уже из недостатка, какие витамины имеют, ну, как бы мясо, какие витамины в мясе не достают, вот исходя из этого, конечно же, можно обогащать, да. Но есть жирорастворимые витамины, которые используют, это витамин А или ретинол, это витамин Д, кальциферол, но, опять же, нужно очень и очень осторожно относиться к витамину Д, витамину А. Есть еще витамин Е, тоже используют токоферол, и витамин группы К, филохиноны. Из водорастворимых витаминов, витамин В1, В2 можно использовать, витамин ПП, витамин В9, фолиевая кислота, опять же, нужно тоже, как бы, аккуратно вот с этим витамином В9, она, как бы, считается необходима в основном для беременных женщин этот витамин, да, но все равно нужно осторожно, не всегда его можно употреблять. Витамин В5, пантотеновая кислота, и витамин биотин можно использовать, ну и витаминоподобные вещества, алипоевая кислота, и биофлавоноиды, или же полифенолы, да, тоже можно употреблять. И, кроме того, есть еще витаминоподобные вещества, которые используются при производстве функциональных мясных продуктов. Это витамины В12, но они относятся к витаминам, но в основном их называют витаминоподобные вещества. Это пангамовая кислота, есть аротовая кислота, есть холин, иногда его называют белковым веществом, иногда вот витамин В4, да, есть инозит, карнитин, есть витамины группы F, это полиненасыщенные жирные кислоты, это линолево-линоленово-арахидоново, иногда его называют витамин F, а иногда полиненасыщенные жирные кислоты, то есть ПНЖК, да. Так, ну и витамин В10 – это параминобензойная кислота, ну, это вот именно эти витаминоподобные вещества, да. Так, ну и дальше. Каждый витамин, конечно же, уже известно, что каждый витамин обладает определенными физиологическими свойствами, каждый витамин выполняет в организме определенные функции, участвует в различных обменах веществ, например, какие-то витамины участвуют в белковом обмене, какие-то участвуют в таком жировом обмене, в липидном, да, в углеводном обмене, но есть витамины, которые участвуют в транспорте кислорода в организме и в тканях, да, какие-то участвуют в окислительно-восстановительных процессах в организме, определенные есть витамины, которые выполняют там детоксирующую функцию, скажем, да, ну так, улучшают работу печени и выводят из печени уже продукты обмена веществ и которые, ну, как бы лишние вещества, которые нам нужны, да. Очень много различных функций, которые выполняют все витамины. И, конечно же, недостаток определенных видов витаминов, скажем, да, вызывают в организме различные заболевания. Ну, самое главное заболевание при недостатке, да, витаминоз, гиповитаминоз. Опять же, нужно смотреть на, скажем, количество витаминов в основном сырье. Если это функциональные мясные продукты, нужно вначале изучить витаминный состав мясного сырья, а затем только обогащать определенными витаминами в зависимости для какой группы этот продукт предназначен. Для детей, для беременных, для там пожилых людей или для массового потребителя и так далее. Потому что все-таки избыток витаминов, он может вызвать, опять же, заболевание гипервитаминоз. Есть у витаминов свойства, когда они в организме, скажем, в организме человека, их становится много, избыток появляется, они начинают выводиться из организма длительное время и не могут остановиться. То есть и потом вы уже ощущаете гиповитаминоз, а потом уже авитаминоз. То есть они вот всегда идут рядом. То есть гиперавитаминоз и гиповитаминоз всегда могут перейти из одного состояния в другое. Вот у витаминов такое свойство есть. Они начинают выводиться, то есть они начинают выводить лишнее количество своего, и потом уже не могут остановиться. Так, ну и мясо при обогащении...